Ну что ж, начинаем заканчивать нашего замечательного Протагора. Давайте, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать, связанные с Протагором, к концу которого мы подошли уже фактически? Нет. Хорошо. Чудаки вы, Сократ и Протагор, ты, подтверждающий прежде, что добродетели нельзя научить, теперь, вопреки себе, усердствуешь, пытаясь доказать, что все есть знания, и справедливость, и рассудительность, и мужество. Рассудительность заменичая. И справедливость, и мудрость. Нет. Я забыла. Умеренность. И справедливость, и умеренность. Что выпадает? Благочестие. Благочестие выпадает, да. Сократ уже убрал из списка добродетелей благочестие. Заметьте, он же убрал оттуда и что? Ну чего еще не хватает-то? Мудрость. Мудрость, да, 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 да. Ну, во-первых, он говорит о знании. О знании есть мудрость. А во-вторых, он говорит о политических добродетелях. Справедливость, умеренность, мужество. Он пытается приписать мужество к политическим добродетелям. Почему мужество – это политический добродетель? Мужество. Потому что она проявляется на войне. Все верно. Ну, таким путем легче всего обнаружится, что добродетели можно научить. Ведь если бы добродетель была не знанием, о чем я утянула, как пытался утверждать протокол, тогда она, ясно, не поддавалась бы изучению. Теперь же, если обнаружится, что вся она знание, на чем ты так настаиваешь, Сократ, странно было бы, если бы ей нести себя нельзя было обучать. Вопрос, можно ли обучать знанию, то есть добродетели – это сложный вопрос. На самом деле может существовать добродетель, как знание, которое не обучаемо. Знаете ли вы такое знание, которое является не обучаемым? Знание. Не, 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 но это же можно научиться. Нет, не обучаемое знание – это знание из доктрины о припоминании. Никто не учит вас знанию, вы его припоминаете. Это Минон, сейчас я скажу вам, Минон 82а. Понятно, что против этой доктрины о припоминании говорит Ксенофонд, экономика с 16 по 20 главу, и сам Платон в государстве, 519 АЦ. Да, Сократ говорит, что они оба остаются при своем. С другой стороны, протовор, тогда полагавший, что ей можно обучить, теперь, видимо, настаивает на противоположных. Она, по его мнению, оказывается чем угодно, только не знание, а следовательно, менее всего поддается изучению. Заметьте, что протагон, и снова это обман, ведь протагон не просто сопротивлялся тому, что добродетели можно обучить, он сопротивлялся тому, что мужеству можно обучить. Со всеми остальными добродетелями у него не было никаких проблем. Поэтому каждый раз под мужеством, под добролетели, Сократ понимает разное. Смотрите, когда он говорит о том, чему можно научить, он говорит о справедливости, умеренности и мужестве, не говоря о благочестии и мудрости. Когда он говорит о том, что протагон сопротивляется и говорит, что добродетели нельзя научить, он говорит только о мужестве. У меня же протагон, когда я вижу, как все тут перевернуто вверх в дном, охватывает сильное желание все это выяснить. И хотелось бы мне после того, как мы это разберем, разобраться и в том, что такое добродетель. Вот только сейчас появляется классический сократический вопрос Тиести. Что такое добродетель? В самом-самом конце диалога. Нам кажется, что мы уже знаем, что такое добродетель. Что это? Только что сократ заявил нам, что оно такое. Знание. Знание. Зачем нам избираться, что такое добродетель, если мы знаем, что добродетель – это знание. Проблема в том, что мы не знаем, что такое знание. То есть является ли знание обучаемым или не обучаемым. И это большая трудность. Что такое добродетель? И снова рассмотреть, можно ли научиться или нет. И снова ее рассмотреть, можно научиться или нет. Обучаемость вторична по отношению. самой добродетели. Если обучаемость вторична, то вопрос, является ли добродетель знанием, оказывается первостепенным по отношению к обучаемости знания. То есть знание может быть как обучаемым, так и необучаемым. Замечательный вопрос. Но мы ведь и не знаем, что такое добродетель. Правда? Да, да, да. Смотрите внимательно. Значит, когда Сократ говорит, что добродетель является знанием, о какой добродетели он говорит? Политически. Ну, о той, как ее называет большинство. О том, что добродетелью именуют большинство. Что добродетелью именуют люди. Добродетель? Нет, нет, нет. Это в том смысле, что люди сами не знают, что такое добродетель. И сами придумывают вещи. Да, 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 да. Иными словами, что все субъективно. Тогда можно сказать, что добродетель это не знание, а мнение. Именно поэтому благочестие выпадает только что из списка добродетелей. Вместе с молодостью на пару. Но мы можем заменить мнение о добродетеле знанием о добродетеле, если мы узнаем, что такое добродетель. И узнаем, что такое знание. Знание. А можем так, да. Естественно. Поэтому у нас не остается другого выхода, кроме как правильное мнение. И нет другого выхода достигнуть правильного мнения, кроме как благородная ложь. Благородная ложь – это, например, собственно, есть доктрина гедонизма, я хотел сказать. Нет, что мы понимаем под справедливостью. Но тем не менее, доктрина гедонизма – это ирония. Это ложь. Правильно. Но она ведь благородная. Она ведет к объединению софистов и города. К примирению софистов. А при этом она абсолютно недостижима. Вы понимаете, что тогда общество гибнет в этой ситуации. Но если к гедонизму прибавить искусство измерения, которого не существует, то сразу все становится хорошо. Но везет в это, когда выходит, что добродетель – это хорошая ложь? Благородная ложь. Благородная ложь, да. То, что мы называем добродетелью здесь и сейчас, да, конечно. Существует концепция добродетеля к тому моменту, как появляется Сократ, как появляется философия. Эта концепция говорит, добродетелей много, но мы выделяем основных пять. Как появляется эта концепция? Иррационально. Она появляется случайно. Философия говорит, что иррациональность и случай – это не мой вариант. Это неприемлемо. Поэтому мы должны заменить мнение о добродетеле знанием о добродетеле. То есть благородной ложью о добродетеле. Сейчас толпа думает, что справедлива демократия. В государстве мы убедим ее, что справедливо совершенно другой режим, что справедлива является совершенно другой режим, при котором не то, что демократии нет, а даже демоса нет. Сейчас мужественные думают, что они главные люди в государстве, потому что от них зависят военные победы. Мы убедим их, что они вторичны по отношению к нам, к философам. Было бы странно, если бы мы не думали о себе как о первых и главных. То есть как об инструменте. Или дальше. У философии существует альтернатива софистика. Нам нужно показать, что софистика находится ниже философии и занимается инструментальным решением проблем. А разве не могу считать, что они самые крутые государства, что это не философия? Мужи, да. Но они в смысле мужи, как настоящие мужи. Там слово Аннелло Потреблино мужественное, конечно. Гиппократ – будущий муж, да? Мужественный. Но именно поэтому Сократ убеждает, нет никаких мужей. Есть только люди и нелюди. Да, да, да. То есть люди и мудрецы. Прошу вас. Только бы не спевал нас в то и дело и не вводил в заблуждение при этом тот самый Эпимитей, который обошел нас по двоим словам. Уже при распределении дорог. Да, Эпимитей забыл о главном. И мы тоже забыли о главном. Потому что надо было сначала поставить вопрос о том, что такое добродетель, а уже потом из чего она состоит, каковы ее части, каковы свойства этих частей и так далее. Мне в этом мифе больше понравился Прометей, чем Эпимитей. Но было бы странно, если бы нет. Но помните, в чем проблема с Прометеем. Это Прометей позволил всю Эпимитею. Это он... Как будто он не думал. А? И Прометей ввел всегда на том виду роль Эпимитея. Да, да, да. Потому что он позволился сделать Эпимитею, а потом пришлось выдавать, чтобы исправить ошибки Эпимитея. Прометей же он думал еще наперед послушный. И на себя применял его роль Сократа. Нет, не с Прометея, а с Зевса. Если вы обратите вначале внимание, когда протоколик говорит, молодец, что ты осторожен, Сократ, там именно стоит глагол от Промеферса. То есть думающий наперед. Хорошо, что ты думаешь наперед. Может быть, поэтому сейчас третий говорит, что мне больше нравился Прометей. А это уже говорит не третий, это говорит Сократ. Вы же видите, закончились кавычки третьего вначале абзаца. Да, да, да. И плюс там Протогор вроде бы говорил, ну, после этого уже Протогор сам себя называл Прометей. То есть там точно такое было, что сначала Протогор был думающий назад, а Сократ думающий наперед, а потом то ли Сократ Протогор, а то ли Протогор. Вот, вот, нет, не сам себя, а вот Сократ его мог назвать, да. Но дело в другом. Сократу больше нравится Прометей. Чем занимается Прометей? Он ведь, да, он ведь не помогает людям, в том смысле, что он не делает людей. Он ворует у богов, причем у всех богов. И всеми этими вопросами я занимаюсь, пользуясь помощью Прометея. И всю свою жизнь стараюсь не быть опрометчивым. Ну, заметьте, в отличие от Протогора и Гиппократа, которые как раз-таки думают задним числом, что Протогор, что Гиппократ. И теперь, так что, прошу. Так что, если тебе будет угодно, я, как и говорила об этом в самом начале, с величайшим удовольствием разберу это вместе с тобой. Итак, самое время начать настоящий диалог. Вот прямо сейчас самое время поговорить о серьезных вещах. Это не провокация? Нет, это не провокация. Понятно, что Протогор не будет уже ни о чем говорить. Это доказательство того, что для Сократа важнее не победа, а выяснение истины. Хотя, на самом деле, это не так, как вы понимаете. Протогор ответил так. Я одобряю Сократ. Примерно так, конечно. Да, примерно так. Я одобряю Сократ и твое рвение, и ход твоих рассуждений. Да и я, думается, не такой уж дурной человек. А зависти у меня меньше, чем у кого бы то ни было. Я много говорила о тебе. Я часто говорила о тебе. Я часто говорила о тебе, что и с тех, с кем я встречаюсь, я всего более восхищаюсь с тобой. Особенно между твоими сверстниками. Это их вторая встреча, как минимум. Протогор уже раньше приезжал. Они уже говорили. И уже тогда Протогору стало понятно, что Сократ крайне умен. Я даже утверждаю, что не удивился бы, если бы и ты стал одним из людей, прославленных мудростью. О наших вопросах мы поговорим в другой раз, когда тебе будет удобно. А теперь пора обратиться к другим делам. Да, и Протогор останавливает, говорит, с настоящим делом мы займемся в другой раз, в других обстоятельствах. Да, как только король никогда не наступит. Потому что на следующий год начнется война. То есть Протогор не признает, что разговор был не серьезным? Нет, он не признает, что разговор был не серьезным. Он признает, что по чину Сократа, а давай поговорим о более важных вещах. То есть Протогор его благословляет. Но этого разговора никогда не будет. Так и надо сделать, раз до этого мнения, сказал я. Да, и опять же, вы видите, что и часто очень Сократ в диалогах Платона и Ксенофонта обещает то, чего он не выполняет. Как давай поговорим, так и надо сделать. Больше никогда не поговорим. И тем не надо пора идти, куда я собрал. И заметьте, да, это что? Это ложь. Он никуда не собирался, как мы знаем. Я оставался здесь только в угоду красавцу Кали. И здесь вторая ложь. Мы помним, что красавец тут только алкевят. Да? И, наконец, последнее. Сказал, выслушав это, вырвешь. Мы уже забегали вперед, поэтому я только повторюсь, что мы – это мы, Сократ и алкевят. Охота оказалась успешной. И товарищ прав. Он возвращается с охотой на алкевиада, с успешной охотой на алкевиада. Таким образом... Нет, давайте сначала поговорим об охоте, а потом поговорим о... Да, конечно. А с чего можно сделать вырвешь, что Сократ и Сократ? Сначала. С самого начала, когда товарищ спрашивает, не от него ли ты идешь, а Сократ отвечает – да, от него. А потом переводят стрелки на протоколы. Сейчас, сейчас, сейчас. Я постараюсь доказать это. Причем не я один. Давайте. То есть, на сути, он этим диалогом оправдывается перед другом, скажем так? Да, почему? Потому что друг... Почему это алкевиада? Да. Он не просто оправдывается, он отвлекает внимание друга. Помните, кто красивей? Я встретил того, кто был красивей. Протокол дурак. Поэтому он явно не мудрый. Поэтому он явно некрасивый, даже с точки зрения товарища. Но надо отвлечь внимание товарища от алкевиада, потому что товарищ подозревает, что это неладное. Помните, он говорит, что-то алкевиад уже староват для таких вещей. А Сократ приводит ему гаммэр, что нет, не староват. Все в порядке. В доказательство. Итак, Сократ говорит нам, что у него есть дело. Но это ложь. Вернее, какое у него дело? Алкевиад. Алкевиад. Да, да, да. Как Сократ ловит алкевиада? И я даже выделил для вас пункты. Он на спарту ловит. Значит, разговор об управлении городом. Это то, с чего начинается беседа. Помните, большинство... Ты красивый, да? Если на народном собрании вперед вылезет красивый, богатый, родовитый, мы его не слушаем. Мы читали алкевиаду первого. Именно такую характеристику алкевиаду дает сам Сократ. Второе. Указание на то, что вот, собственно, не слушают. Молодых, красивых, богатых, родовитых. Третье. Заявление, что Перикол ничему не учит. Значит, если Перикол чему бы то ни был учил, зачем нужен Сократ Алкевиаду? Четвертое. Утверждение, что Перикол всех развратил, кроме алкевиада. То есть Перикол не учит хорошему, он учит только плохому. Пятое. Это попытка спровоцировать справедливость в самом алкевиаде. Мы уже читали отрывок из алкевиада первого, где речь шла о справедливости. Это когда он заукнишился. Да, 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 да. Что Сократ заставляет сделать Алкевиаду? Он заставляет алкевиада заставить, нет, сейчас пока заставить себя остаться. Потом, после провоцирования справедливости, Сократ провоцирует в алкевиаде лидерство. Помните, когда Алкевиад начинает протогора принуждать продолжать диалог? Когда Алкевиад становится судьей и лидером этой беседы. Седьмое. Когда Сократ обучает Алкивиада руководству толпой не с помощью религии, а с помощью гедонизма. При этом, естественно, Сократ показывает, что Алкивиад это тот, кто должен от гедонизма сам отказаться. Помните, я все время говорил, там есть кто-то еще, там есть кто-то еще, там есть кто-то еще. Божественный бродик, видимо, Алкивиад. Обращаемся к Фукидиду. Что говорит Алкивиад в управлении толпой? Надо на них подходить? Нет, нет, нет. Когда Алкивиад начинает управлять толпой, с какого спора он начинает руководить толпой? С Никеем? Спор с Никеем. По поводу чего этот спор? Продолжение войны. Плыть ли на Сицилию? Вот это предсказание? Нет, нет, нет. Это предсказание. И что же говорит Алкивиад? Сегодня Сицилия, завтра Карфаген, послезавтра Африка, послезавтра весь мир. Что таким образом обещает Алкивиад гедонистам? Потерпите сегодня, чтобы завтра было лучше, послезавтра еще лучше, а послезавтра еще лучше. И если вы посмотрите внимательно на текст Фукинида, вы увидите, что Фукинид объясняет, почему молодые и старые войны одинаково хотят пойти на Сицилию. Фукинид говорит, молодые хотят увидеть мир. То есть, иными словами, испытать удовольствие от путешествия. Ну, ровно то, почему мы сейчас путешествуем в целом. А старики хотят трофеев на старость. Денег. Гедонизм является причиной, по которой... Ну, Фукинид не выражает это, конечно, в слове гедонизма, Фукинид выражает это в слове надежда. Помните, два основных мотива для действия – это страх и надежда. Страх и гедонизм, получается? Ну, надежда-то на что? На что-то хорошее. Другое дело, что большинство смешивает благо и удовольствие. Поэтому для них это удовольствие и страх. Ровно то, о чем говорит Сократ в категории. Помните, что противостоит удовольствию? Что является злом? Страх является злом, да? Но это стремление, то есть сегодня это, завтра, больше и потом весь мир – это не стремление к постоянной войне? Конечно. Если это так, то получается он безумный. Потому что это больше, чем может. Отделяйте Фукинида от Платона раз. А во-вторых, вы должны понимать, что Фукинид говорит, демагог, а алкивиат именно демагог, может существовать только и быть у власти только в ситуации войны. Демократия и война связаны напрямую. И мы не обсуждали это. Подумайте сами на досуге. Назовите себе в голове пять самых страшных тоталитарных режимов или авторитарных режимов после Второй мировой войны. И подумайте, сколько войн до сегодняшнего дня провели эти режимы. А потом назовите пять самых демократических режимов, которые возникают у вас в голове. И подумайте, сколько войн за эти 50 лет или эти режимы. И вы увидите, что демократия напрямую связана с войной. А демагогия напрямую с демократией. Таким образом, демагог не может ничего. Демагог не существует в иной ситуации, кроме в ситуации обещания войны. Но это мы отдыхаем все. Помните, что сам алкивиад же, это же часть бесконечного честолюбия и бесконечного эротизма. Все больше и больше. Алкивиад не хочет походить на людей древности. Он хочет превзойти людей древности. Но для этого нужно захватить, конечно, весь мир. Восьмое. Сократ показывает, что добродетель обучаемо, одновременно заставляя признать протоколы обратное. То есть Сократ показывает, что он может учить, а протоколы не может. И, наконец, девятое Сократ показывает, что он, Сократ, может управлять собранием людей. Помните, они все единогласные, все согласились, и все согласились. Эти девять функтов, на самом деле их может быть и больше, это те, которые пришли мне в голову. И есть те сети, которые Сократ расставляет в охоте на алкивиад. Таким образом, Сократ одновременно работает на четыре аудитории. На товарища, которому он показывает, что софисты, с одной стороны, представляют угрозу, с другой стороны, он пытается сделать их небезопасными. При этом показывает, что софистика является закрытой, в то время как философия открыта. Вторая аудитория – это протоколы, которому Сократ показывает неверность его пути. Третья аудитория – это софисты, которым Сократ показывает новый путь, путь единения с городом. И четвертая аудитория – это, собственно, алкивиад. Вопрос, почему мы утверждаем, что сразу после окончания протогора, вот этой беседы, не протогора, а вот этой беседы, начинается алкивиад первый. Дело в том, что алкивиад первый и протогор объединены огромным количеством тем. Перикол, управление собранием, знание и незнание, уровень алкивиада и так далее, и так далее, и так далее. А датировка алкивиада первого? А, датировка попадает. Второе, потому что это их первый частный разговор, приватный разговор, то есть первый разговор в принципе. Ну и общая тематика, смотрите, ложь и несправедливость, плюсы несправедливости, рассудительность и несправедливость, длинные речи против коротких, даже знание, тема знания языка, и та поднимается в алкивиаде первого. То есть помните протогорка? Таким образом, на самом деле, читать протогор надо следующим образом, или происходил он исторический, в кавычках исторический, следующим образом. Ночь беседа с Гиппокротом, день беседа с протогором, вечер беседа с алкивиадом, а после вечера беседа с другом о том, как прошла ночь, день, но не вечер, не беседа с алкивиадом. То есть протогор – это закольцованный диалог, как только вы заканчиваете его читать, вам надо начинать его читать. Проблема заключается в том, что между этим концом и этим началом вы должны втиснуть алкивиада первого, да. Таким образом, вы читаете протогора, после этого читаете алкивиада первого, после этого снова начинаете читать протогоры. Главное так, как это происходило в реальности. Ну, в реальности, снова же в кавычках. Наверное, мне следует остановиться на этом. Хотя, действительно, есть несколько замечаний и мыслей, но я думаю, что они не так существенные. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Почему никто не обвинил Сократа в развращении его веков, когда он следил большого количества лет за маленьким мальчиком? А потому что это абсолютно нормально. Как раз таки, смотрите, что не... Сократа видит? Нет, это абсолютно ненормально, когда этот мальчик становится мужчиной. Это то, с чего товарищи начинают. У него уже усы есть, а ты все еще за ним ходишь. Так не надо делать. И Сократ, помните, что ему отвечает? Гумор разрешает. И вот эта отсылка к поэзии тоже, потому что поэзия это... Нет, это отсылка к Гумору для нас с вами, чтобы мы поняли, что Алкивиад это Гермес и что он здоров. Но для товарищей это... Потому что Гермес это бог вечно юный. Но если у этого бога есть усы, значит юность и усы вполне могут совпасть. А Алкивиад? Да. Но пока что отбиться от товарища удалось. Пока можно подбирать. Помните, все же закончится пиром, в котором Алкивиад скажет, я уже домой его пригласил, да, уже до двери провел, уже вместе в постель легли. И я уже жду когда, а он все никак. И я расстроен. То есть из объекта любви Алкивиад превращается в любителя сам. В Алкивиаде первым Сократ говорит, я так тебя люблю, так тебя люблю, так тебя люблю. Алкивиад ждет, когда же уже эта любовь наступит. Когда она не наступает, он говорит, я уже не знаю, что делать. Именно поэтому в пире он появляется пьяным. Сейчас я вам все расскажу, как там было на самом деле. Хорошо, да. Во-первых, может ли Алкивиад быть ключом к знанию, которого как бы не существует, но Сократ за ним так активно… Алкивиад ничего не знает, Алкивиад ничего не знает. Ну, может ли Алкивиад быть, как бы, это девиация, понимание этой девиации Сократом… Приблизить его к знанию. Приблизить его к знанию, да. Тогда все беседы должны были бы быть только с Алкивиадом. Ну, если нет, то все мысленно. Ну, если знание – это то, что… Я знаю только то, что ничего не знаю, а пока Алкивиад ничего не знает. Нет, никто ничего не знает. Тогда можно с кем угодно это как-то повествовать. А Алкивиад отзнаешь? Сократ в Алкивиаде первом заставит его осознать и тем самым сделает себя его учителем. Попытка заставить Алкивиада признать, что тот ничего не знает – это еще один шаг охоты. То есть, Алкивиад первый и Алкивиад второй – это все еще часть охоты. Ну, потом еще… Получается, Сократ учит Алкивиада, и то, что Алкивиад становится политиком, в этом есть заслуга Сократа, правильно? Алкивиад хотел быть политиком, то, что Алкивиад становится успешным политиком. И заслуга Сократа. И заслуга Сократа, да. То есть, здесь философия выступает в отчинении политике. Да, помните, что ксенофон, ведь диалог Софиста и Сократа звучит так. Если ты такой умный, то почему-то не в политике. А Сократ говорит, я гораздо более полезный, я делаю умными политиков. Но вы помните всегда из-за пологии, что с точки зрения философии политика – это очень грязное дело. Там хороших людей нет вообще, там справедливых людей нет. Поэтому, соответственно, если Алкевиат – это хороший политик, и он подготовлен хорошим политиком Сократом, то, соответственно, он подготовлен Сократом как несправедливый злодей, бьющий в спину, занимающийся грязными. Да, 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 да. Помните, мы ведь читали из Путарха в прошлый раз. Он как хамелеон. Вот это не естественная способность. Это, скорее всего, наученная способность. Попытка имитировать патриотизм. Но эта способность, она научена именно философам. Да. И этот самый философ с самого детства за Алкевиадом ходил и сделал так, чтобы Алкевиад ходил за ним. То есть все равно философия становится как очень... Да, философия становится... Чтобы они не отрицали, чтобы Сократ не говорил в апологии. То есть это проблема. Мы же ее с вами пытались обсуждать. Если мужество существует, и тогда существуют только два типа людей – мужественные и все остальные. И возникает вопрос, как быть здесь с философией. Именно поэтому в идеальном государстве существуют свои философы, потому что они сдерживают мужественных и пытаются им доказать, что они второстепенные. На самом деле решающий вопрос – это вопрос о мужестве. Далее, если связывать с политикой. Алкевиад, ну, де-факто сам себе империя, сам себе государство. То есть получается, что Сократ учит государство. Что Сократ учит его, что государство является второстепенным, что патриотизм является второстепенным, а первостепенным является автономия личности. Другое дело, что в отличие от современности личностью признается только алкевиад. Других личностей нет. Да, и то, что Сократ делает из алкевиада, становится, да, успешным политиком. Но после того, как исчезает алкевиад, когда он умирает, по сути, и в войне начинаются большие проблемы. Афин и у Спар classmates. Нет, проблема начинается, как только алкевиад... Ну, отходит от дела. Нет, нет, нет. Как только его придают, смотрите, как только Афины его придают, тут же у них начинаются проблемы. Как только со Спарты он рассаливается, тут же у Спарты начинается проблема. Более того, алкемиат же успевает практические велосипеды под свой контроль. Фукидит, помните, на эту книжку и заканчивается. Сейчас все, алкемиат придет, порядок наведет. Из этого всего я пришла к тому, что философия является инструмент в обучении успешного политика. Что такое философия? Это инструмент, обучающий успешного политика. Философия. А в том-то и дело, что философия вообще оказывается только политической. Другой не оказывается. Сократ называет себя первым философом, и Сократ отличает философию от того, что было раньше, именно тем фактом, что она облачена к человеку. Это знание о человеке, но знание о человеке – это только политическое знание. И причем эта наука, она узконаправлена на людей личности, как алкемиат. Она вообще знает о людях как таковых, и потому знает, что среди них есть те, кто не походит на всех остальных. Вполне себе. То есть вы пытаетесь доказать политику, что… Помните, мы говорили, зачем Сократ и алкемиат, понятно, а вот зачем алкемиату Сократ, непонятно. И вы пытаетесь доказать мне, что алкемиату Сократ за тем, что Сократ делает из него успешного архипредателя. Да. Возможно, здесь еще в какой-то естественной привязке можно обратиться из серии, что алкемиат и Сократ, политик и философ, это то, что, господи, как разнозарядные атомы стремятся друг к другу, потому что они друг к другу нуждаются. Но алкемиат не особо к нему стремится. Без активной охоты на алкемиата, зачем алкемиату Сократ? Но, тем не менее, он начинает с ним стремиться. И зачем алкемиату Сократ, чтобы стать успешным политиком? Ну, это после того, как Сократ ему объясняет, и после нескольких лет охоты, и с детства замечает. Хорошо. Ну, хорошо. Есть еще какие-нибудь замечания? Да. Пожалуйста. Вот если есть город, и там есть мужественный, и сейчас было трудение, что там делать философу. То есть если есть просто люди, и есть мужественные, то где место философу? Ну, почему как бы философия, как наука вообще, она не может, ну, то есть, например, та же физика, это тоже наука, но она тоже среди людей. То есть она не скидеводственная. Почему философия тоже не может быть, как та же физика или другие науки среди людей? Я понял, я понял вас. Потому что полис или город, собственно, полис – хорошее обозначение, является не просто сообществом, а политическим сообществом. И политическая философия оказывается центральной именно для города, как для политического сообщества. Ну, политическое сообщество – это сообщество иезархичное, а значит, оно оказывается важным для сильных, для мужественных. Философия не оказывается нейтральной, она не может быть нейтральной. И таким образом она оказывается, это то, о чем татаголик говорит, и таким образом она оказывается в центре внимания сильных. Можете спросить? Конечно. Судя по словам Сократа, он не стремится стать могущественным. Соответственно, могущественным является от философов, потому что философы окучаются. Нет, совсем так. Нет, нет. Почему? Могущественные существуют в любом обществе, вне зависимости от того, существует ли он философия или нет. Почему могущественные добоятся философы, если мнение? Потому что философы способны объяснить кому угодно, что угодно. Например, доказать в толпе, что могущественные не должны быть в власти. Или, например, что они никакие не могущественные. Но они раз не должны быть благодарны философам, что они их научили? Нет, еще раз, не научили, не научили. Так они детей своих отдают философам? Софистам, не отдают философам, отдают софистам, но не для этого. Могущественные учат своих детей Но их дети не становятся Могущественными Да, зависит от таланта То есть это то, о чем говорит протокол Знания недостаточно И наоборот, знания не просто недостаточно Знания оказываются второстепенным По отношению к таланту Талант первичен, без таланта никак Именно поэтому Они и называются динаменной В смысле способные, могущие Хорошо, еще какие-то вопросы? Ну и еще В дополнение определения на тему Политики Сказать, что философия сам себя на архе не общественна То есть она направлена Она очень Хорошо, да Она не просто не общественна, давайте по-другому Она даже и аморальна Давайте скажем трансморальна Конечно Да политика тоже трансморальна Нет-нет-нет, политика Если он пытается что-то изменять Он должен вообще лучше всего этого стоять Абсолютно выше Нет, он вполне может изменять Основываясь на каких-то моральных принципах Ну, ему будет очень сложно Да, это могут быть другие моральные принципы Но в философии вообще нет никаких моральных принципов А идеальная политика моральна? Вспоминайте про Цезаря и Наполеона У них есть высшая ценность в голове Их государство А у Квиада тоже есть высшая ценность в голове Это Алькевиад Да, и что и делает его уникальным Хорошо Если больше нет никаких замечаний И реплик вопросов Тогда давайте мы на этом остановимся Спасибо вам Спасибо 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 Спасибо